Здравствуйте, дорогие друзья! Вас всех приветствую на своём канале. Доктор Атабеков на связи. И это канал На Пульсе. Сегодня мы с вами поговорим о депрессии и о грибах, которые могут улучшить настроение и могут быть прекрасными помощниками в лечении депрессии. Кстати, не только депрессии, но и бессонницы, беспокойства. Вот давайте с вами сегодня разберёмся, какие бывают механизмы причины депрессии, известные нам на сегодняшний день. И как вообще грибы могут помочь? По каким принципам? Давайте начинать. Итак, план видео сегодня такой. Что вызывает депрессию? Какие механизмы? И дальше поговорим. Первое, о трептофане, серотонине, которые содержатся в грибах. О, ну, не смотрите, не пугайтесь названий, что тут нейровоспаление, нейрогенез, нейротрофные факторы. То есть это мы с вами сегодня разберём. Я вам максимально попробую понятно это всё рассказать. И в конце видео, я уверен, вы сами станете большими профессионалами. Итак, на сегодняшний день основной теорией развития и формирования депрессии является теория моноаминов. Что это такое? Серотонин, все мы знаем, так называемый гормон радости, норадреналин, дофамин. И считается, что причиной депрессии считалось ещё изначально является снижение вот этих вот вещей. Допустим, гормон радости, он снижается в мозге и, соответственно, нету никакой радости. Вот она, возникает депрессия. На самом деле всё намного сложнее и все препараты, которые есть на сегодняшний день для лечения депрессии, они так или иначе направлены, изразработаны, исходя вот из этой теории. То есть смысл их в том, чтобы повысить уровни моноаминов в головном мозге, тем самым улучшая настроение. Лечебные грибы, я много о них на самом деле рассказываю. У меня есть целый плейлист о них, о разных, о лечебных грибах против, допустим, рака, при болезнях ЖКТ и так далее и тому подобное. В общем, это целая природная аптека, отдельное царство, которое сейчас всё больше и больше внимания привлекает учёных по всему миру. И я считаю, что не зря. В азиатских странах используется уже очень давно исследований много на людях. Даже, допустим, при онкологических заболеваниях и не только. Но к нам это сейчас только всё приходит. Суть в чём? Суть в том, что мицелий или грибница – это и есть сам гриб. Он, а не то, что мы привыкли считать, вот он гриб вырос, вот это гриб. Нет, это его орган размножения. А сам гриб, живой организм, который всё и производит полезное для нас – это именно мицелий. То есть это такие белые нити. Поэтому в моём понимании мицелий с лечебной целью намного полезнее и интереснее, потому что именно он вырабатывает все вещества. А в грибе много волокон в самом теле, которые… Они полезны, конечно, волокна, но с лечебной целью именно нас интересуют эти уникальные вещества. Причём все грибы разные. Каждый гриб вырабатывает свои уникальные вещества. И они имеют самые интересные влияния на организм. Изучай да изучай. Так вот, почему мы говорим всё-таки о грибах? Потому что целый ряд исследований показал, что у людей, которые регулярно употребляют в пищу грибы, у них ниже шанс заболеть депрессией. Поэтому стали изучать этот вопрос, а какая же всё-таки связь, какие же вещества в грибах могут помочь в лечении данной проблемы. И мы с вами плавно переходим к трём основным механизмам развития депрессии, которые на сегодняшний день наука считает актуальными. Запомните. Три. Первое. Первое у нас это снижение моноаминов. То, о чём мы с вами говорили. Опять, препараты нацелены на то, чтобы их повысить. У этих препаратов есть несколько проблем. Первое. Они начинают действовать не сразу, а там неделю через две, через три. И, представляете, если человеку нужно срочно помочь, если у него тяжёлая депрессия, суицидальные настроения, а ему говорят, ну ты пей таблетки, через пару недель тебе поможет, возможно. Вторая проблема. Конечно, много побочных эффектов. Третья проблема. Это что у одного из трёх пациентов, страдающих депрессией, они не имеют никакого эффекта, не помогают. Что делать таким людям? Это действительно большая проблема. И тут переходим ко второму варианту, почему может возникать депрессия. Это нейровоспаление. Воспаление в нервной системе, хроническое. Когда из-за хронического воспаления гибнут нервные клетки. Например, мы знаем, что после коронавируса у выздоровевших повышенный риск займеть депрессию. Мы знаем, что при ковиде идёт прямое повреждение нервной системы, повреждение барьера между мозгом и кровью и выделение большого количества воспалительных веществ. Это геновый шторм, который тоже вызывает воспаление, повреждение в нервной системе. Причём это воспаление может тянуться очень долго. Поэтому ещё один подход, кроме повышения моноаминов, убирать воспаление в нервной системе. И третий важный подход. Это очень интересная с моей точки зрения теория о том, что... Ну, вы слышали, наверное, раньше, нервные клетки не восстанавливаются. Так вот, на самом деле они восстанавливаются, они делятся, образуются новые нейроны. Старые могут погибать, новые образуются. Растут их нервные отростки, формируют связи друг с другом. То есть это тоже обновляющаяся система. И вот этот процесс защиты нервных клеток от гибели, роста и деления их, это процесс называется нейрогенез. И он регулируется и стимулируется некоторыми веществами, так называемыми факторами роста нервов. Эти все вещества вырабатываются в нашем организме, чтобы стимулировать обновление нервных клеток. Так вот, оказывается, что у больных депрессий у них снижено количество вот этих вот нервных стимуляторов, нервных факторов. И, соответственно, у них идет атрофия частей мозга, которые ответственны за настроение. Соответственно, у больных депрессией мы можем увидеть, действительно, вот эти части мозга, в которых формируется настроение, они могут быть уменьшены по размеру. Кстати, подобные вещи можно наблюдать при слабоумии, при деменции, при болезни Альцгеймера, при болезни Паркинсона. Просто все зависит от того, в каких регионах это все происходит. Поэтому третьим подходом является повышение вот этих факторов роста нервов. Если вы хотите узнать больше об этом, можете почитать вот данную статью. Это статья как раз о нейрогенезной теории в развитии депрессии. А вот исследование, о котором я вам говорил, где прошел анализ с 2005 по 2016 год, в котором говорится, что действительно, если люди употребляют регулярно грибы, у них ниже риск заболеть депрессией. И теперь давайте с вами по пунктам пробежимся. Все-таки как же грибы нам могут помочь в данном случае. Итак, аминокислота, трептофан или все соединения трептофаноподобные, вы видите, что они нужны для того, чтобы синтезировать серотонин. Это важный нейромедиатор в голове в нашей, это моноамин. Потому что мы знаем, что серотонин снижен у пациентов с депрессией. И это к теме нашей самой основной старой теории депрессии, о том, что депрессия это снижение уровня моноаминов. Что можно делать? Можно употреблять, допустим, трептофан с пищей, чтобы его было больше, чтобы организм больше из него производил серотонин. Кроме грибов, источниками трептофана являются соя, тыквенные семечки, спирулина, фасоль, помидоры, ну и некоторые другие продукты в меньшей степени. Так вот, чтобы трептофан попал в мозг, что нам нужно делать? Дело в том, что трептофан это аминокислота, и когда мы поели продукты, много всяких аминокислот попадает в наш организм, а барьер между кровью и мозгом, он обладает своей пропускающей способностью, пропускной. Представьте себе поезд, и огромное количество пассажиров, аминокислот, которые мы съели, пытается в него забраться. Там ограниченное количество мест. Трептофан попадает туда? Попадает, конечно. Но в сравнении со всеми остальными аминокислотами не настолько много. А нам нужно, хотелось бы много трептофана, чтобы попало в мозг, чтобы произвелся серотонин. Соответственно, если мы употребляем углеводы, много белка, или делаем упражнения, у нас вот эти все аминокислоты большие, они начинают загоняться в мышцы. А при этом трептофана в сравнении с ними становится уже не так уж и мало. И, соответственно, он может больше мест занять в поезд, в мозг. Соответственно, лучше будет туда проникать. Но здесь я бы обратил внимание, прежде всего, на физические упражнения. Мы знаем, что после спорта у нас улучшается настроение зачастую. Я думаю, многие это замечали. Обратите внимание на эту таблицу. В каких же грибах содержится хорошая концентрация трептофана, серотонина? Ну, прежде всего, конечно, это вешенка. Особенно вешенка розовая. Вешенка обыкновенная. Лисичка, если вы видите, вот она. Здесь очень мало. Хотя, когда я употреблял лисичку, я почувствовал, ну, такой пофигизм. То есть, у меня ушла совершенно раздражительность. И плюс такое расслабление. И значительно улучшился сон. Это к теме, что не все можно объяснить просто содержанием трептофана. Но там еще много других веществ, которые оказывают свои интересные эффекты. А вот, например, колоцероклейка. Здесь тоже, в принципе, не очень большие содержания. Хотя, достаточно неплохие содержания серотонина. Ее, так вот, по опыту, можно использовать с целью улучшения настроения. Как успокоительное средство. И очень хорошо, как снотворное средство. Кстати, и белый трюфель тоже. Но это плодовые тела. А теперь обратите внимание, если мы откроем мицелий. К сожалению, не все далеко грибы. Особенно интересные мне попали в этот список. Мы так исследовались, потому что есть много грибов. Например, тот же шитаки, который неплохо улучшает настроение. Но мы видим, что в мицелии содержание веществ, серотонина того же, в 4 раза выше, чем в плодовом теле. Это к теме того, что я вам говорил до того, что мицелий с лечебной целью намного интереснее. Более того, при термообработке многие вещества начинают разрушаться. А грибы вы вряд ли будете есть сырыми. Или там даже заливать уже чагу кипятком. Но все равно будет разрушение веществ. А если мы употребляем именно мицелий, то он сушится при 40 градусах. И, соответственно, никакого разрушения не будет. То есть, опять еще один плюс мицелия. И как раз об этом говорится в данной статье, что действительно в 4 раза выше содержание нужных нам веществ в мицелии в сравнении с плодовыми телами. Дальше. Есть такая разновидность депрессии, когда ничего не помогает. Она тяжелая. И даже с суицидальными мыслями. В чем тут сложность? В чем тут опасность? Привычные препараты некоторые, они, скажем так, они действуют, во-первых, не быстро. То есть, вот этому человеку надо дождаться эти 2 недели, пока они подействуют. Это раз. Это первый минус. Второй. У человека начинает немножко появляться энергия. А представляете, если у него есть суицидальные мысли, то до этого, если он ничего не делал с собой, потому что у него, ну, совсем у него настолько тяжелая депрессия, что он не встать с кровати ничего не мог, то в этот именно период начальный повышаются риски совершения нехорошего. Это, на самом деле, известная проблема с данными препаратами. Так вот, хотелось бы иметь что-то более такое быстро действующее, чтобы помочь пациентам таким сразу и быстро. На самом деле, я вам сразу пишу, что это все в большинстве стран запрещено, потому что это галлюциногенные грибы. Многие слышали про псилоцибы, про псилоцибин. Так вот, есть даже исследования на людях, крупные, где показано, что эти вещи действуют быстро. Это может реально помочь людям с тяжелой депрессией, когда ничего не помогает. Дело в том, что эти вещества, они воздействуют на зрительную кору. А зрительная кора — это часть головного мозга, где обрабатываются сигналы от наших с вами глаз. Соответственно, если без всякого сигнала начинать стимулировать его веществами, то могут возникать всякие зрительные образы, картинки, узоры зрительные. Соответственно, это галлюциногенные грибы, они запрещены. Хотя в микродосинке, в очень малых дозах, как вы раньше пробовали, мухомор, красные филоцибиновые всякие грибы, я ни в коем случае не призываю никого это использовать. Это запрещено. Нельзя. Нельзя. Не надо меня блокировать YouTube. Так вот, эти вещи реально могут помочь с настроением, улучшить концентрацию внимания и помочь пациентам с такой тяжелой депрессией. Но на них я не буду надолго останавливаться, потому что это на сегодняшний день запрещено. Ну, потому что некоторые люди вместо благих целей начнут использовать их, сами знаете, с какой целью. Теперь переходим к следующему, второму механизму. Поэтому не это нейровоспаление. То есть хроническое воспаление в нервной системе вызывает гибель нервных клеток. И, соответственно, как мы до этого, как говорится, дошли. Дело в том, что попытки лечения гепатита С интерфероном вызывали иногда такие осложнения в виде депрессии. И при этом у таких пациентов наблюдалось повышение воспалительных цитокинов, как при ковиде, цирре активного белка. При этом в опытах как на животных, так и в исследованиях на людях было выяснено, что при этом никакого снижения трептофана, серотонина не наблюдалось. То есть тут был другой механизм. И это считали, что это именно воспаление в мозге. И, конечно, при длительном таком воспалении, при длительной гибели нейронов происходит некоторое уменьшение данных отделов мозга. Здесь собрана таблица, где изучалось влияние разных грибов на именно воспаление в нервной системе и в тех частях нервной системы, вот такие, допустим, гиппокамп, префронтальная кора, где формируется настроение. Соответственно, это и шитаки, и чага, и гриб, который называется птичье гнездо. Но на самом деле много разных грибов. И вот в плане чаги, например, здесь наблюдалась хорошая защита нервных клеток в мозге от свободных радикалов. Соответственно, они не гибли, и, соответственно, не было такой трофии, зон, которые важны для настроения. На самом деле, в очередной раз повторяю, что чага – это один из самых интересных грибов в плане антиоксидантной мощности. О чаге у меня есть отдельное видео. Вот другие грибы. Тот же, например, ежовый грибенчатый. Тут целый ряд, вы видите, сколько всяких разных эффектов на снижение воспаления в нервной системе. Тот же майтаки. Тот же всем любимый кардицепс. На самом деле у меня есть про него отдельное видео. Он очень интересен в плане сосудистых всяких проблем, сахара, инсулинорезистентности, защиты почек, печени. При различных проблемах с иммунитетом, аутоиммунных заболеваниях, при опухолях, например, головного мозга он изучался. Гриб интересный. Кстати, по опыту он может несколько повышать сосудистый тонус, соответственно, нижнее давление повышать. Для тех, кто страдает низким давлением, может быть, вегетососудистой дистонии, имеет смысл рассмотреть этот гриб, изучить его более подробно. И на самом деле еще много разных грибов, например, трометас разноцветный, рейши об обоих грибах. У меня есть видео отдельные очень интересные грибы. Рейши – это вообще мой самый любимый. И дальше мы переходим к следующему разделу, к третьему механизму, на мой взгляд, самому интересному. Это гипотеза нейрогенеза, что депрессия связана с тем, что не формируются, не обновляются нейроны. Старые погибают, новые не образуются. Нейронные связи не образуются, и, соответственно, атрофируется эта часть мозга, и, соответственно, настроение ухудшается. Те же механизмы считаются у болезни Альцгеймера, у болезни Паркинсона возможны. В принципе, у деменции. И учитывая, что эти процессы регулируются нейротрофными факторами, конечно, еще одним подходом является повышение этих самых факторов. Для того, чтобы они защищали нервные клетки от гибели и для того, чтобы они заставляли их делиться и формировать новые нейронные связи. Кстати, это очень интересный подход, потенциальный для, допустим, тех, кто имеет травмы нервной системы, инсульты, например, или пациентам онкологическим с нейропатией, с анемением, с мурашками в пальцах или слабостью какой-нибудь. На фоне той же химиотерапии официально медицина особо ничего предложить не может, кроме витаминов группы В и тектовой кислоты. Но, к сожалению, здесь эффективность очень сомнительная. У кого-то, если само восстановится, значит хорошо, а не восстановится, ну не повезло. А это, мне кажется, было бы интересно изучать именно при онкологических заболеваниях, поможет ли при нейропатии. Но нужно брать, конечно, большие группы, с плацебо сравнивать. То есть это все серьезно. Надеюсь, что в будущем такие исследования будут, потому что реально помочь таким пациентам на сегодняшний день особо нечем. Вообще тема нейрогенеза очень интересная. Восстановление, подпитки нервной системы о ней я расскажу в отдельном видео. То есть с одной стороны, забегая вкратце, мы стимулируем нейротропными грибами, типа вот ежовика, грибенчатого, мы стимулируем выработку вот этих вот нервных факторов, не только ежовик, много грибов разных. Ежовик просто он самый раскрученный, самый тренд, попал в тренд, модный. Но на самом деле там еще другие грибы есть, которые можно комбинировать друг с другом. А с другой стороны, нам надо, кроме стимуляции нервной системы, дать ей еще питательные вещества. Это тоже очень важно. Например, человек начинает пить тот же ежовик. Напомню, надо именно мицелий, а не плодовые тела. Сейчас об этом с вами поговорим. И у него возникает вместо стимуляции, вместо активности возникает слабость. Слабость. Это может говорить о том, что доза высоковата и о том, что нервная система истощена. Если спортсмен занимается, представляете, он будет заниматься, качаться два раза в день, ходить в зал, активные упражнения и при этом ничего не есть. Как думаете, будет у него результат? Будет только истощение. То же самое нервной системы. Стимулируйте, пожалуйста, будьте добры дать питательные вещества. Дать те же витамины группы В, дать холин, глицетин, медь, серу, может быть, среднецепочечные триглицериды. То есть, вот это все очень важно. Об этом расскажу отдельно. Так вот, было выяснено в исследованиях, в реальных, что пациенты, страдающие тяжелой депрессией, и те, которые совершили суицид на вскрытии, извините за такую тему, у них обнаружено, что были снижены вот эти вот факторы нейротрофные в головном мозге. Что же может повысить нейротрофные факторы? Первое, конечно, это наш любимый ежовый грибенчик. Он увеличивает фактор роста нервов. Он очень богат эриноцинами. Это как раз те вещества, которые стимулируют выработки нужных нам факторов роста нервов. И эти эриноцины содержатся исключительно в мицелии. Их нет в плодовых телах. Это еще раз повторюсь к теме, что выбрать с лечебной целью. Мицелий против плодовых тел. Некоторые исследования показывают, что может реально помочь при ишемическом инсульте, при инсульте, при болезни Паркинсона, Альцгеймера, при депрессии, если включать в ежедневный прием. Вот вам пара клинических испытаний. На самом деле их намного больше. Здесь использовали в течение 4 недель по полграмма сушеного плодового тела ежовика. И выяснилось, что у женщин, страдающих депрессией, были улучшения. На самом деле есть у меня отдельное видео по ежовику при депрессии и при беспокойстве. К сожалению, там везде использовались в основном плодовые тела. Не было еще такого понимания насчет мицелия. Благо в последнее время все-таки больше внимания уже уделяют мицелию и начинают его более активно изучать. А как я вам сказал, что именно в плане факторов роста нервов нужны мицелии, а не плодовые тела. И вот это исследование, здесь уже был мицелий. И здесь исследовали пациентов, людей, пожилых, которые страдали возрастным снижением слуха. И выяснилось, что действительно мицелий помогал улучшить состояние. Опять же, это не панацея, но против возраста особо сильно не попрешь, но можно это все замедлить и улучшить. А вот ежовик коралловидный, его собрат. К сожалению, очень сильно задвинутый в сравнении с ежовиком. Не так много о нем информации, хотя я собираюсь о нем тоже подготовить отдельное видео. Будет в плейлисте о грибах. В нем содержатся коралловидный А, Б и С. И они действительно могут повышать фактор роста нервов и мозговой нейротропный фактор. Этот же фактор может повышать грибы рейши. Кстати, рейши еще обладают хорошим противовоспалительным эффектом в головном мозге. И я находил исследования про другие грибы. Например, про мацутаки, про березовую губку, которые ускоряли заживление перерезанного нерва у животного, его восстановление. То есть я их, например, тоже всегда использую в комплексе для нейрогенеза. Мацутаки, березовую губку. И отдельно хотелось бы сказать про нашу с вами микрофлору, про наш кишечник. Микрофлора, мы знаем, что это еще один орган нашего организма. Он уникален для каждого человека. Микроорганизмы вырабатывают витамины некоторые группы В, витамин К, короткоцепочные жирные кислоты, которые регулируют наш вес, аппетит, настроение, работу сердца, работу печени, защищают печень, регулируют обмен веществ, выработку инсулина. Просто важнейшие вещи. И любой дисбаланс, естественно, может вызывать разного рода проблемы. Вплоть до аллергии, например, или депрессии. Так вот, если идет дисбаланс в сторону воспалительных бактерий, нехороших, то будет возникать, во-первых, хроническое воспаление. Оно может повреждать барьер между мозгом и кровью. И приводить к тому, что больше всяких ненужных, нехороших веществ будет поступать в мозг, его отравлять. И может это тоже воздействовать на здоровье мозга, соответственно, на настроение. Плюс есть такая теория Leaky Gut или теория повышенной проницаемости кишечной стенки, когда барьер нарушается, начинают всасываться токсины, начинают бактерии попадать через стенку, в кровь. У бактерий тоже свои токсины, соответственно, идет отравление организма. Опять же, нарушение барьера между мозгом и кровью. Это все тоже отравляет головной мозг. А, например, мы помним об опытах, когда мышам с депрессией пересаживали флору фекалий к мышам нормальным. И у тех нормальных мышей после этой пересадки тоже возникала депрессия. Поэтому связь тут, видимо, есть. Соответственно, мы знаем, что грибы действительно воздействуют и на микрофлору, и могут подавлять воспаление, и могут также восстанавливать барьеры. В частности, кишечный барьер. Вот здесь вы видите систематический обзор, сбор разных исследований о связи между настроением и микрофлорой. Почитайте, если хотите. Вот авторы есть, название есть. Кстати, забегая вперед, омега-3 может помочь увеличить бактерии некоторые хорошие, которые будут выделять резные короткоцепочные жирные кислоты. Кстати, волокна пищевые тоже. О связи средиземноморской диеты с депрессией тоже, как вы понимаете, через питание можно улучшать настроение. Это всё таблица, как разные грибы, тот же вот рейши, например, влияет на микрофлору. Вы видите огромное количество разных исследований, сколько всего нашли. Здесь я на этом не буду подробно останавливаться, и так уже долго получилось. Итак, выводы. Депрессия на сегодняшний день её связывают с снижением онаминов, воспалением в нервной системе и снижением факторов роста нервов. Соответственно, нервные клетки отмирают, но новые плохо образуются. И происходит атрофия важных зон в мозге. Грибы могут воздействовать на все эти три механизма, и даже больше, даже ещё и на кишечник воздействуют. Тем самым, снижая воспаление, являются источниками трептофана, серотонина и повышают факторы роста нервов. Дорогие друзья, я надеюсь, вам было интересно. Пожалуйста, делитесь своим мнением и мыслями в комментариях. Я вам всем желаю крепкого здоровья, хорошего дня, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»